Итоговое в июне совещание с главами поселений Щелковского района по традиции стартовало на положительной ноте. В первый месяц лета профессиональные праздники отмечали работники текстильной промышленности, предприниматели и специалисты, работающие в направлении поддержки бизнеса. Их отметили почетными грамотами и благодарственными письмами главы района, а награды вручили педагогам и воспитанникам Центра «Романтик», занявшим призовые места на международном фестивале детской песни в Хеймере. Больших успехов в спортивном сезоне среди ветеранов достигли хоккеисты спортклуба Литвинова. Также жители, внесшие большой вклад в развитие гражданского общества, были награждены медалями общественной палаты района во благо Щелкова. Развитие социальной инфраструктуры, в том числе строительство новых объектов спорта и образования, стало одной из основных тем совещания. Скоро стартует возведение детского сада на 200 мест возле Щелковской средней школы номер один. Сейчас идет межевание участка и привязка его к этому объекту. Продвигаются работы на площадках пристройки к школе в Медвежьих озерах и школы на 1100 мест в микрорайоне «Солнечный». В рамках реализации программы Московской области образования Подмосковья на 2017-2025 годы на территории района запланировано строительство девяти общеобразовательных школ в ближайшей перспективе реализации ждет еще два проекта школ в Жигалове и Чкаловском. Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне Жигалова в учетах. Проект находится на рассмотрении в госэкспертизе. Получено свидетельство о согласовании архитектурно-городостроительного комплека. Срок завершения проекта мазоскатических работ и получения положительного заключения экспертизы. На совещании глава района также затронул актуальную тему, предстоящую выбору губернатора Московской области. В данный момент выдвижение кандидатов состоялось. В том числе партию «Единая Россия» представит действующий губернатор региона Андрей Воробьев. За время работы Андрея Юрьевича во всем Подмосковье и сейчас в Чкаловском районе произошли кардинальные изменения. Есть команда, нацелена на результат. Руководитель серьезный клан на будущее, который предстоит воплотить. Полностью поддерживает геонидатуру и уничтоженный губернатор области. Он заручился поддержкой партии «Единая Россия», партии, которая на данный момент стоит у политической власти страны. И показывает, я считаю, кардинальные изменения во всей нашей структуре государства. И в экономике, и в политической жизни. Среди актуальных региональных проектов на оперативном совещании отметили программы «Чистая вода» и комплексное благоустройство дворовых территорий. В прошлом году Щелковским водоканалом был проведен ремонт пяти водозаборных узлов. В этом предстоит установить девять станций обезжелезивания, что позволит обеспечить качественным ресурсам более 27 тысяч жителей. Пожалуй, единственный субъект, который остался в Российской Федерации, где эта программа реализуется на региональном уровне, это Подмосковье. Губернатор Московской области сказал однозначно, бескомпромиссно, жители Подмосковья будут пить чистую воду. И такая же четкая и серьезная задача поставлена всем униципальным образованием. И мы считаем, что мы ее реализуем успешно. Обсудили на совещании реализацию программы комплексного благоустройства дворовых территорий. Благодаря этому проекту во дворах появляются новые места для парковки, детские и спортивные площадки, модернизируются освещения. К 31 июля должно быть проделано порядка 40% работ. К 15 сентября благоустройство планируют завершить. В соответствии с программой губернатора Московской области, ежегодно в каждом муниципалитете должны комплексно благоустраиваться не менее 10% дворовых территорий. В Щелковском районе в этом году программа затронет более 50 дворов. 34 из них расположены в городе Щелково. На центральной 9, где мы сейчас находимся, работы практически завершены. Отчеты о социально-экономическом развитии гребневского поселения на совещании представила его глава Марина Бобырь. Она отметила, что приоритетом местного бюджета остается развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивных объектов. В 2016 году был разработан проект спортивного комплекса в деревне Богослова. В 2017 году в спортивном комплексе заработала хоккейная коробочка. А в настоящее время намечены следующие мероприятия. Устройство футбольного поля, беговой дорожки, установка футбольных ворот, установка следкового ловителя и мячей, планировка, щебенение и асфальтирование общественных мест на территории спорткомплекса. Сбалансированное развитие поселения отметил и глава Щелковского района. Когда мы столкнулись с приселением жилья из ветхого аварийного фонда, когда мы увидели, что во все проекты развития застройной территории вложено как бы социальное начало. Просто слава и благодарность. Спасибо вам большое. Александр Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо. Спасибо. Спасибо.